МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гойда православная спецоперация идет по плану. Гиркин готовится ко встрече со Стримаусовым. Демилитаризация идет по плану. Демилитаризация России. Военно-полевой роман Дон. На Красной площади прошла репетиция парада Победы. Шойгу предложил заложному договорняк. Вы смотрите Белсад, вы смотрите жесточайший вечерний шпиль. С вами Олеся Корненко. Приветствую. США запустили самую мощную ракету СЛС и спутник Орион к Луне. Россия ответила асимметрично и запустила 90 ракет по Украине. 10 миллионов украинцев остались без света. Так что Путин это не только война. Путин это мрак. В буквальном смысле. На фронте у великого стратега дела поскромнее. Каждый день груз летний, груз триста. Может дело в офицерах? Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? У нас командир даун полный. Задолбал уже все. Но на кое-что у армейского начальства ума хватает. У нас 35 человек все получают. Но нам не дают. Претензии мобики начинают все чаще высказывать не только мамам и женам, но и в лицо начальству. Имитация стрельб, имитация учений, имитация строевого строя. Бывший президент России Медведев грозит в телеграмме. Россия, мол, еще не использовала весь свой арсенал. В оружейной палате есть пищали. Сам видел. Депутат Думы Николай Валуев поехал на фронт. А, нет. Он поехал в больницу. У него разболелась нога. А вот сенатор Исааков поехал в госпиталь. И не подлечиться, а чтобы подбодрить участников войны в Украине. У тебя колени есть. У тебя колени есть. Ты вообще будешь бегать. Тем временем в ССУ нанесли удар по Архангельску. Видите, сколько пожарных машин. А нет, простите, это не злые бандеровцы, это местные чиновники. Это парк патриотов. Именно настоящие патриоты воспитываются здесь. И графики, и грязь. Истина русская. Настоящее счастье. В принципе, успехи на фронтах Украины кремлевские пропагандисты сравнивают с многолетними успехами во внутренней политике. Прискорбный очень эпизод с Херсоном. Да, мы его приравняем, там, не знаю, к отключению канализации или к чему-нибудь. А инерция такая, что мы продолжаем это все делать так, как было. Год назад они кричали, что хотят что-то доказать не Украине, а Западу. А теперь вдруг удивляются ответные реакции. Никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую большую войну мировую. Никто не исходил из того, что все 50 стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину. И армия у нас небольшая. У мужа Скобеевой вообще случилась истерика. Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем, давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы с вами, что ли, к этому привели? А муж Симоньяна решил заменить убежавших от мобилизации комиков. Сейчас мы показываем, что мы не можем сопротивляться войскам НАТО. Значит, войска НАТО, уже потеряв все берега, переходят границы Польши, Словакии, Чехии и все остальное, заполняют Украину. Так. И тут мы их всех уничтожаем, ну, чем-то таким, фабами, напалмом. Но даже экспертам кремлевских пропагандистов не смешно, а страшно. Ядерную триаду договаривали с соединенными. У нас готова, ну что, ее применять по-настоящему? А почему бы нет? Ну тогда, наверное, по нам применят. Я что-то не хочу убрать. На этой неделе в очередной раз была скорректирована цель спецоперации. До этого это была денацификация и демилитаризация Украины. Потом десатанизация. Теперь, похоже, деэлектрификация и деенотизация. Кража енота из херсонского зоопарка взорвала сети. Теперь весь мир узнал, что оккупанты освобождают не только тостеры, миксеры и унитазы. Кстати, енот полегче стиралки, а функции те же. Украинцы подсказали российскому командованию идей для следующих наград и памятников. Международное правосудие работает медленно, но добирается до военных преступников. Суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению трех виновных за убийство пассажиров Боинга MH17. В том числе Игоря Гиркина-Стрелкова. Похоже, его котировки на киевской и нидерландской биржах стремительно растут. А вот на территории России жизнь этого нерядового участника кровавых действий 2014 года вряд ли стоит ломаного гроша. К тему продолжит Мартин Крам. Мотор! Получилось у них в Польшу нашу ракету подбросить. Так вот здесь гильзы от Калашникова и разбросали. Да сон. Так вот, как вы цените генерал узкой весны. Ничего. Есть люди, которые ценят меня по-настоящему. Сколько, сколько? 150 тысяч. Лучше в Гааге. На всем готовом и живым. Господин генерал, слава Украине. Хотел вам ценного свидетеля сдать. Срочно. Героям слава. Диктуй координаты. 56 градусов, 10 минут. Так что говорить? Что Гиркин в ДТП попал? После Стримаусова никто же не поверит. Давай машину подорвали украинские диверсанты. Мотор! Хозяин Кремля побоялся ехать на саммит Большой Двадцатки. Опять все будут снимать, как охрана ходит с ним в туалет. Вместо себя Владимир Владимирович выслал своего Риббентропа. Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Но, похоже, зря. Вместе с Захаровой Лавров решил разыграть какой-то спектакль и послать кому-то какой-то месседж. Сергей Викторович, а почему вы с американским айфоном и в футболке с украинским трезубом? Маша, я в плену. Медведев настрочил еще один пост. Похоже, бывший президент потихоньку учит украинский язык. Кажется, он что-то начинает подозревать. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, бандерам отдана. Но есть тот, на кого можно положиться, когда все вот-вот начнет сыпаться. Тему продолжит Мартин Крам. Что вы сидите, Дон? Идите воевать, Дон. Я буду давать вам патроны, Дон. Под затыльники, Дон. Поджопники, Дон. Этого добра у меня навалом, Дон. Тодишах, тебя по второй линии. Кто там, Дон? Если Шойгу, Дон, скажи, что я Бахмуд беру, Дон. Нет, это какой-то коза. Сам поговори. Да, Дон. Кто это, Дон? Узнал? Да, Дон. Кто это? Доказа одна, Дон. Давно ее знаешь? Да помнишь, когда мы снимали тик-ток, что Киев берем, Дон? Бростовер? Да. Боюсь, будет алементы требовать. Не поднимай. А это другой номер по дешах. На Вибер. Алло. Никому не слава, Дон. Вижу речку Амазонку. Крокодилов вижу я. Это русская сторонка. Это родина моя. Путину удалось собрать в оккупационной администрации Херсона не только самых серьезных, но и самых честных деятелей. Так называемую замгубернатора Херсонской области Екатерину Губареву подозревают в присвоении 60 миллионов рублей. Это жена Павла Губарева, того самого бывшего подельника Стрелкова. Мы вас убьем. Убьем сколько нужно. Убьем миллион, пять миллионов. Хоть всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноватые и вам надо лечиться. Похоже, дело это приносит семье Губаревых не только удовольствие. Даму задержали и через пару дней отпустили. Ну, похоже, разобрались. А вот в Пензе осужден опасный махинатор. Он выдавал за ранение ожог в сауне и пытался получить компенсацию в 3 миллиона российских рублей. Таких ждет дорога дальняя, казенный дом. А что ждет других? Астрологический прогноз. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Танкович. Я не астролог, но иногда не нужно уметь читать по звездам, чтобы понять очевидные вещи. Марс в четвертом доме Юпитера продолжает оказывать свое отрицательное влияние на мозг министра батутов России. Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время в Украину начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу РФ. На самом деле Рогозин лукавит. Это оружие уже поступило, причем давно, еще лет 70 назад. Вот он. Ленд-лиз. Ленд-лиз пришел. Это русские против нас так воевали. На этой неделе слезы лили и водолеи, но не все. Дмитрий Харатьян, который активно поддерживает Путина, поплакался, что тяжело приходится его дочери в Швеции из-за русофобии. Но она и дальше будет терпеть лишения, стремящиеся вступить в НАТО стране, потому что уже является гражданкой Евросоюза. Интересно, а Дмитрию не приходило в голову, что степень роста русофобии напрямую связана с бредовыми решениями Путина, которые он так активно поддерживает? А пока Харатьян плачутся, а пенсионеры России думают, откуда взять лишнюю копейку, питерские власти решили гульнуть на широкую ногу. Там будут кормить членов иностранных делегаций из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии стерлядью в шампанском и гусарской печени. Порция рыбы обойдется бюджету в 11 520 рублей. Российский пенсионер на свою пенсию может себе позволить несколько раз взглянуть на это блюдо. Марс, заходя в третий дом Юпитера, дает силы умным и благородным людям. Таксист в Тбилиси вместо отеля отвез российских туристов на горный перевал и оставил их там. И все потому, что они пытались выключить украинскую песню, которая звучала в машине. Туристы даже подали на него в суд, но суд его оправдал. И традиционно звезды благоприятны для Украины и всех, кто ее поддерживает. Российские войска сбежали с Херсона, российские пропагандисты до сих пор не могут внятно ответить, почему это случилось. Они говорят, что вывели войска из Херсона, чтобы сохранить войска. Слушайте, у меня есть идея. Как еще сохранить большее количество войск? Выйдите вообще из территории Украины, это еще сильнее сохранит российские войска. А еще лучше расформируйте российскую армию. Так можно будет вообще уменьшить количество самоубийств и бытовых убийств в армии. На сегодня это все. До встречи. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее, там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? И в эфире вечернего шпиля кулинарные новости. Прославленный диетолог снова показал, что разбирается в ресторанном бизнесе. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю. Действительно, кто это ест? Сам Лукашенко сторонник здорового питания. Ну разве по нему не видно? И главное, сторонник умеренности. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого. Правда, прокормить маленького Сашу было проще. 12 порций мороженого. Теперь и 19 резиденций мало. Но с импортозамещением Макдональдса получится. Разве не может не получиться у того, кто обещал, что у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца? Хотя скептики напоминают, 80% картошки, например, в стране выращивают подсобные хозяйства. А вот колхозы производят только долги и навоз. И это не единственное экономическое чудо в экономике. Национальному статистическому комитету требуется сотрудник на зарплату 1110 рублей, способный подсчитать, что средняя зарплата в Минске 2228 рублей. Все временем Владимир Зеленский совершил неожиданный визит на территорию России. Так шутят в сети по поводу его поездки в освобожденный Херсон. Но ведь Владимир Путин еще не подписал указ о выходе города из состава федерации. Над Мелитополем на днях заметили исчезновение российского триколора. Так же было и в Херсоне накануне отхода оккупантов. Каковы прогнозы? Что планируют в Кремле? Мартин Крам. Верховного не ждем. Он стресс снимает в аквадискотеке. Я ему все передам. Докладывайте. Все идет по плану. Оснований для паники нет. А если честно? Кстати, о водных процедурах. Знаешь, что этот Суровикин отмочил? Всю российскую армию в Днепре? Такую шутку испортил. Какие предложения? Предлагаю договорняк. Набирай залужного. Товарищ командующий. Ты винский волк тебе, товарищ. Предлагаю договорняк. Мы вам даем пески и головку, а вы нам передышку. Платоныч, дай сюда. Хорошо. Мы вам еще даем Северодонецк и Рубежное. А вы нам передышку. Платоныч, дай сюда. Хорошо. Мы вам даем еще новую Каховку и Донецк. А вы нам передышку. Как вам такой вариант? У меня встречное предложение. Вы нам все это даете. И еще Мелитополь, Мариуполь и Симферополь. А мы вам даем пи***. Слава Украине, живе Беларусь, Алга, Казахстан, Россия. Очнись. Это был вечерний шпиль на Белсате. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова